Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который можно видеть каждого. Я убежден в двух вещах. Это в нашей безоговорочной победе над Россией. И в том, что как только мы начнем праздновать победу, выяснится, что эта безуглая командовала армией, а заложный у нее где-то там подъедался в мелких адъютантах. Сто процентов нам расскажут, что вот этот вот в Херсоне слуга народа, депутат, который коллаборант, вместе сотрудничает с россиянами, что это херсонский штирлиц, что это херсонский, понимаете? Это железобетонно. Вариантов нет. Мы услышим с вами душераздирающую историю о том, как Наташа Влащенко вместе с Бужанским подняли на Майдан киевлян и харьковчан. А нас там даже не стояло. Мы с вами просто примазались героическим усилием этих революционеров, которые вели за собой на борьбу с Януковичем. Вы увидите, что сто процентов Женя Червоненко вместе с Пальчевским будут рассказывать сказки, как они бились в подвалах. Азов встали, и они там боролись с врагом и сидели в катакомбах вот до Дня Победы. И если бы не они, то не видать бы нам Победы, как собственных ушей. Я убежден, друзья, что Снежана Егорова обязательно нужно рассказать сказочную, яркую, вообще такую метафоричную и красивенную историю, как она, а не Таня Черновол, схватила в стугну и подбивала вражеские танки, а Таня Черновол... В общем, короче, Снежана Егорова придумает, чем занималась Таня Черновол. Друзья мои, на второй день после Победы мы услышим много всего интересного. Главное, что мы должны быть к этому готовы, потому что, друзья, если вы думаете, что будет хотя бы чуть-чуть иначе, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь сто процентов, потому что я прекрасно помню, что вот в последний, самый страшный, вот этот вот день Майдана, в эту ночь, ну там было от силы человек четыреста, ну пятьсот. Но после Майдана, после его Победы, я встречал тысяч двадцать участников этого ужасного побоища. Ребята, тысяч двадцать. Крест на пузе, землю едят и говорят, что они там стояли в первых рядах. Победа, ну как сказал классик, имеет много отцов, только поражение сирота. Так вот, друзья, главное, чтобы сиротой остался Путин, а примазавшийся к нашей Победе, ну как-то это, в общем-то, проблема достаточно вторичная. Просто я заранее, знаете, предупрежден, значит вооружу. Я заранее предупреждаю, что вот эти вот душераздирающие истории, ледонящие кровь, они обязательно будут происходить. Да, они, собственно, уже происходят. Но вы же понимаете, да, что сейчас уже начинают происходить, потому что вот у нас один боец, котлета с позывным Титан, уже сфотографируется, ну в общем-то, ну как бы, ну я не думаю, что вам нужно объяснять, что происходит. Мы до победы будем абсолютно четко играть только в одну дуду-дуть. Мы будем бороться с врагом, но после победы нам надо будет строить демократическое, развитое гражданское общество. А в этом демократическом, развитом гражданском обществе можно чего-то добиться только если мы не будем врать. То есть если мы будем жить по правилам, по которым живут европейцы, американцы, англичане. Так вот, я вам скажу честно, что большинство, вот большинство из нас по таким правилам жить не умеет. Нет, те, кто из нас долго жили за границей, и они знают, как по этим правилам жить. Вот они приезжают за границу и меняются. Нам придется, друзья мои, потом вести самую сложную и тяжелую работу. Это работу с самими собой. Вот это будет задача, наверное, более сложная и намного более долгая, чем борьба с российским агрессором. Но я думаю, что все эти задачи мы обязательно выполним. А сюрпризы, которые нас ждут после победы, я вам приблизительно набросал. Думаю, жизнь, она будет ярче. Эти примеры будут интереснее. Они будут намного изобретательнее и невероятнее, чем то, что я вам сейчас объяснил. Поэтому не забывайте подписываться на мой влог. Ставьте комментарии, ставьте лайки. Если вы подписаны, переподпишитесь, потому что это поможет мне выйти из теневого бана с YouTube, куда меня поставили. Ну, в общем-то, любители моих влогов. Тут недалеко, в центре Киева у них офис. Да, и их бетафермы давно со мной борются, как вы понимаете, достаточно успешно. Даже во время войны они борются с независимыми блогерами, такими, как Нудный Пенс, я, Олежка. Ну, в общем, они, я думаю, доберутся до всех, но есть одна причина, по которой им не удастся задушить свободу слума. Эта причина мы с вами. Наш реализм, наш патриотизм, ну и черт побери, наши чувства юмора и чувства терпения, которого нам не занимать. Поэтому враг будет разгромлен, победа будет за нами. И так было, есть и будет. Все, за что мы возьмемся с вами, как гражданское общество Украины, у нас обязательно получится. И за нами не зажареет.